Дети на оккупированной территории по возможности старались оккупантам доставлять разные неприятности. Вот я хочу рассказать об одном случае, о котором есть стихотворение, которое я сейчас прочитаю. Среди развалин, от бомбежки, листовку мальчики нашли, округа вся видна в окошке, читать укрытие пошли. Румынский текст на ней узнали, советский шепотом прочли, за это дело они знали, грозил расстрел родной семьи. Листовка пропуском являлась для тех, кто в плен попасть не прочь, но адресатам не досталось, был сильный ветер в эту ночь. Нельзя же здесь ее оставить, среди развалин и печей по назначению доставить решили без пустых речей. Идут по улице ребята, отроду им по десять лет, груди за пазухой прижата, листовка будто пистолет. Холодный ветер листья носит, вот дом, румыны в нем живут, листовку им во двор подбросить, порывы ветра унесут. За поворотом штаб находят, на часового курс берут, они к нему вдвоем подходят, рывком листовку подают. Солдат сначала испугался, но, посмотрев по сторонам, листовку взял, он словно сдался, пошел рукой махнувши нам. Идут по улице ребята, о всем они молчать должны, но пули этого солдата войскам советским не страшны. Еще хочется что отметить, что очень было голодно. За городом садить кукурузу немцы не разрешали. Маленькие огороды тоже приносили не так много овощей, чтобы можно было прожить год. И все ребята пристрастились к охоте из рогатки на воробьев и голубей. И вот это в течение оккупации было единственное мясо, которое имела наша семья. Теперь охота стала для меня любимым занятием и основной темой для моих произведений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...